В одном из краснодарских дворов на улице Зиповской живет семья Петровых. Знают их не только в собственном доме, но и в соседних. Прославилась семейная пара тем, что сумела преобразить свой двор и придать ему необычный и по-домашнему уютный вид. В гостях у супругов побывала Анастасия Соболевская. Фраза «золотые руки» – это про него. Смастерить, починить, заменить деталь в автомобиле – в этих делах Николаю Петровичу нет равных. Из Ростовской области в Краснодар к детям переехал вместе с супругой три года назад. Сидеть без дела не смог. Привык всю жизнь работать, а тут в квартире от безделия начал пухнуть. Холодильник, телевизор и диван до добра не доводят, как обычно. Выход нашелся быстро. Николай Петрович начал изготавливать мельницы из подручных материалов. Подходящих условий не было, а работал, что называется, на коленке. Когда сын подарил ему небольшую мастерскую в подсобке дома, пенсионер погрузился в бурную деятельность с головой. Идеи из головы идут. Ночью не спится, придумаешь что-нибудь. Утром бежишь на стройки, найдешь стройматериалы. Стройматериалы на стройке нахожу, на мусорке выбрасывает обналичку, доски. Все это я собираю и делаю. Главный источник вдохновения для Николая Петрова – его супруга. У Анны Ивановны не менее ответственная миссия. Моё дело там покрасить. Ну, что-то там, если бы мне не понравилось, сделал я, сделать замечание. Я бы вот так сделала, вот так переделала. А так это он всё сам. Соседи к необычному увлечению Николая Петровича относятся позитивно. С просьбой смастерить мельницу приходят к супругам и из других дворов. Красиво, на самом деле, очень. У него выдумка работает, фантазия работает. Человек от души это делает. Почему бы и нет? Это красиво, действительно украшает территорию. Я ещё заметил, что здесь есть кворечники. Это классно, что люди заботятся о птицах, помогают им строить жилища. Это очень красиво, замечательно. Украшает придворовую площадку. И, собственно говоря, каждый приходит, любуется. И местные, и прихожие, приезжие. Всем нравится. Работает за деньги или нет, но, по-моему, от души. И вот эти мельницы. Ещё вокруг этого спортивных городок здесь, видели? Там скворечники. Тоже наподобие. Мельницы, не мельницы. Ну, всё зависит от его этого, как говорится, фантазии. Я думаю, если сейчас у него с ногами будет всё в порядке, он ещё что-нибудь придумает. Сейчас мастерская Николая Петровича пустует, но через несколько месяцев он вновь примется за работу. Будет делать мельницы для соседних дворов. У пенсионера есть маленькая мечта – поучаствовать в выставке. Неважно, какое главное, чтобы его работы заметили и оценили по достоинству.